Доброе утро! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Хорошо, что хорошо. Сегодня постараюсь с тормозами передачи изображения бороться с более медленным развитием событий. Итак, сегодня понедельник у нас, 31 число. Очень надеюсь, что безумие прошлой недели не перенесется на эту неделю. И на этой неделе поторгуем спокойно, по технике, без каких-либо метаний взад-вперед. Итак, что у нас на сегодня по новостям в понедельник? Собственно, ничего, кроме инфляции по еврозоне. То есть, в 12 ровно по Москве выходит CPI по еврозоне. Соответственно, ожидает и снижение, что, конечно, не играет на руку европейской валюте. Ну, посмотрим, как выйдет. Вряд ли, думаю, будут сильные какие-то изменения здесь. Во вторник уже поинтереснее. Во вторник у нас, во-первых, решение Банка Австралии по процентной ставке. Однозначно, изменений по ставке не будет. Но здесь важна риторика, то есть, заявление Резервного Банка Австралии по дальнейшей политике. То есть, вполне может прозвучать решение о поднятии ставки. Соответственно, кто торгует австралийцем, завтра в 7.30 утра обязательно смотрим решение Банка Австралии. Индекс деловой активности по США, соответственно, у нас будет во вторник в 17.00. Уровень безработицы по еврозоне. Ну, как видите, она до сих пор еще на очень высоком уровне остается, но вроде бы без изменений не планируется. В среду CPI по еврозоне по производителям, опять же. Ну, в принципе, уже реакции не будет, так как, скорее всего, играет во вторник еще инфляция. Инфляция, видите, крайне отрицательная. Очень странно на этом, на фоне такой инфляции прогнозировать рост евро, на самом деле, очень странно. АДП по США, соответственно, ожидается рост, но очень сомневаюсь, что так будет. В четверг важный день для евро. Вообще, эта неделя для евро будет очень важная. Честно говоря, жду снижения, на самом деле. Решение ЕЦБ по процентной ставке, это будет в четверг у нас в 14.45. И здесь тоже очень важна пресс-конференция, которая чуть позже, через час пройдет, в 15.30. Вот что там скажут на пресс-конференции, вот это нужно смотреть. Ну, понятно, что о поднятии ставки в ближайшем будущем речи здесь по евро не идет. Но, возможно, здесь будут какие-то заявления по продлению, может быть, программы финансирования КУЕ. Может быть, что-то будет по финансовой политике. Поэтому в четверг для евро будет очень важный день. Ну, и, наконец, пятница, это апогеи, это неделя, соответственно, это Non-Farm Payrolls, или количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. То есть, это, конечно, уже будет кульминация этой недели. То есть, все остальные данные, скорее всего, они пройдут мимо. Ну, ВВП по еврозоне, но вряд ли он, опять же, будет с изменениями какими-то. Вот, поэтому у нас четверг и пятница заключение недели будет очень важными днями. Пока сегодня торгуем по технике, сегодня новостей особых нет. С техникой ситуация тоже, конечно. Да, кстати, было выступление в выходные главы Банка Англии Макса Карни, где он заявил, что, собственно говоря, поднятие ставки – это вопрос решенный. То есть, даже те дефляционные ожидания, которые сейчас есть, связанные с Китаем, не смущают, скажем так, руководство Банка Англии, и, скорее всего, ставку по фунту все-таки поднимут. Между тем, о повышении ставки по еврозоне речи не идет. То есть, если мы глобально будем… Я не люблю глобально рассуждать, но вот если попробовать рассуждать глобально, в данный момент сейчас, да, Америка ставки повышать начнет с сентября, но максимум с октября, соответственно. Фунт планирует… Британия планирует повышать ставки с января. Вот, между чем, как по евро, в ближайшей перспективе об этом речи в принципе быть не может. Вот, и, соответственно, исходя из этого, то есть, можно что предположить, да. Ну, как минимум, это падение евро-фунта, то есть, евро будет падать по отношению к фунту. Ну, и, соответственно, рост доллара, рост фунта и по снижению евро. Вот это в глобальной перспективе так планируется. Ну, что по евро? Очень мне не нравится картина, очень не нравится. Вот, вообще бы не торговал даже. То есть, вот рисовать здесь можно сколько хотите и что хотите. Здесь и восходящий тренд сейчас по трем точкам нарисовался. То есть, вроде покупать. Но, с другой стороны, мы можем тут же нарисовать и нисходящий тренд тут же по двум точкам. Вроде бы продавать. Очень ненаглядные, некрасивые, непонятные картины, которые я крайне не люблю. Вот, поэтому... Ну, что можно предположить здесь? Давайте пока оставим вариант диапазона. На верхней границе я рисовал уже 1.13.68. Она у вас на экране сейчас. Ну, вот. Нижняя граница пусть будет вот откуда мы отскочили. Сейчас это... Специально делаю паузу, чтобы успели переключаться. То есть, нижняя граница будет у нас 1.12. Вот сейчас появится циферка. Очень медленно. Так что, торопиться сегодня не будем. Нижняя граница 1.12, верхняя 1.13.68. Соответственно, от 1.13.68 продаем, от 1.12 покупаем. В случае пробоя зоны 1.12, но... Причем, прилично ниже. То есть, это нужно пробить 1.50. 1.50, вернее. В случае пробоя зоны 1.15, то есть, 1.139, если мы увидим, можно предположить снижение дальше в район дневного восходящего канала. Вот он у нас, долгосрочный. В район 1.08. Вот видите, к этому каналу, соответственно, сейчас на цифрах нарисуем здесь тоже. 1.09.23. Вот она, цифра эта. Что-то прогнозировать я не буду даже. Даже вот не буду. Даже вот не хочу сейчас. После вот того, что происходило, вот этот безумный пробой на 300 пунктов мощной, красивой дневной линии с подтвержденным пробоем, соответственно, возврат обратно за эту линию. Что это было, честно говоря? Еще раз говорю, то есть, это можно объяснить какими-то пространными заявлениями, да, о том, что это связано там с фондированием в евровалюте, почему-то зачем-то каких-то непонятных вещей, с девальвацией юаней и так далее. Но технически это объяснить в принципе невозможно. Рынок так не двигается, рынок так не торгует. Вот поэтому сейчас, если он вернется в нормальное росло, и мы пробьем 1.139, допустим, и уйдем в 1.09.23, я пойму, что да, рынок вернулся в нормальное росло, он нормально торгуется, и по-прежнему будем торговать по технике. Сейчас, пока я от этой валюты воздержался бы. Вот на текущее время. Поехали дальше, поехали по фунту. Да, если опять же кто-то что-то не успел, видео я сегодня выложу. Что касается фунта, удержался он выше восходящего тренда своего. Зона 54.13 покупки вот этой у меня еще вчерашнего пятничной стояла, соответственно. Единственное, что стоп, конечно, надо убирать на фигуру практически, в связи вот с такими шипами. То есть стоп надо убирать ниже предыдущего лова, вот оно было 53.35, соответственно, надо убирать его куда-то в район 53.15. Такие стопы для меня неприемлемы, конечно, поэтому, в общем-то, надо покупать, в общем-то, 154.13, но стоп ставить на фигуру я лично не буду. Вот, цель остается по-прежнему 56.68 пока сейчас. И в случае пробоя я продавать тоже не буду, потому что вот в последнее время такие шипы на фигуру, на полторы фигуры участились. То есть для меня, опять же, это не очень приемлемо. Вот, поэтому, в принципе, картинка понятная, но я в него не полезу. Еще раз повторюсь, 54.13 покупка, 56.68 цель. В случае сработки стопа можно попробовать продать по 53.15. Швейцарский франк. Вот, как ни странно, он единственный был понятный за все это время, хотя все время до этого был непонятный. Цифры не меняем, вот они у меня стоят, тоже пятничные. Соответственно, продажи по 97.21, если дойдем туда, конечно. Если не дойдем, опять середина диапазона, пока делать здесь нечего. Хотя, конечно, прямо сейчас пробивается часовой экономчик восходящий. Ну, вот, спорно все это, спорно очень. Продажи по 97.21, цель 93.47. Ну, дайте цифру далеко, поэтому, в принципе, сделать пока тоже нечего. Если на часы переключимся, видите, вот сейчас прям происходит пробитие часового восходящего канала, и, в общем-то, он может свалиться прямо отсюда. То есть, в принципе, можете рискнуть попробовать на пробой поддержки. Вот, посмотрите, поддержка здесь такая часовая маленькая есть. И пробой восходящего часового канала, в принципе, тоже есть. Можно рискнуть, наверное, попробовать продать. Не очень нравится сделка, но нравится, что мне здесь. Мне здесь нравится очень короткий стоп, то есть 95.67 у нас продажа, если прямо по текучке продавать. Ну, и стоп буквально мы убираем куда-то вот сюда, выше пробитого канала. Даже, хотя нет, хотя можно и пониже опустить. Можно и в 96 ровно опустить, потому что мы же, если на пробой поддержки же продаем. Ну, опять, это все не мои сделки. Все как-то это все некрасиво. Иена, в принципе, по прогнозу пьяничному отработала, в общем-то, нормально. Покупка была 127.1. Цели, правда, я задрал высоко, 124.80. Но, в принципе, она фигурку давала. 121.65 находила. Почему бы сейчас не попробовать сделать то же самое. Покупка 120.71. Стоп 120.29, примерно на 50 пунктов. Вот, и цели, опять же, можно прямо по фигурам цели отрисовывать. То есть, фигурку получили, выскочили. То есть, ближайшая цель 121.60. И дальше поехали. 122.60, 123.60. Так, с иеной поторопился, да? Не успел приключиться, что-то я загнался. Поение еще раз. Смотрите, 120.71 покупка. 120.29 стоп. И цели... Цели... Глобальная цель 124.80 я поставил. Ну, в принципе, можно цель отрисовывать буквально через каждые 100 пунктов. Австралийский доллар. Никаких рекомендаций до заявления Банка Австралии, которое будет завтра в 7.30 утра. Поэтому ничего с ним не делаем, никуда не входим. Цифры пока... Он двигается по пятничным цифрам, если вы видите. Все места не 92. Вот, после решения Банка Австралии будем разговаривать о австралиице. Пока сейчас не будем. Канадский доллар в конец запутался. Если раньше был очень техничным, очень красивым, то сейчас тут отрисовывать практически-то и нечего. Сейчас пока мы в узком диапазоне находимся. Но, что мне здесь не нравится, посмотрите. Сейчас перекручусь на дневной график. Если мы включим дневной график по канадскому доллару, то мы увидим с вами достаточно сильную дивергенцию. Посмотрите. На графике цены предыдущий максимум выше, чем... Вернее, текущий максимум выше, чем предыдущий. А на графике РСТ явно ниже. Видите, да? То есть это называется дивергенцией, соответственно. Это сигнал о том, что цена будет разворачиваться, соответственно, вниз. Но это все не очень укладывается с ближайшим ростом нефти, который я планирую. Вот, соответственно... Поэтому... Я бы тоже пока по этой валютной паре повременил. И мне больше здесь импонирует то, что дивергенции, они почти всегда отрабатывают. Ну, редко-редко я помню момент, когда дивергенция не отработала. Вот. Поэтому здесь бы я, наверное, подождал все-таки пробоя восходящего канала текущего. То есть пробоя зоны 3148. И вот там бы рассматривал продажи, нежели покупки. Покупки мне здесь вообще не нравятся. Джамиль по австралийцу ждут решения Банка Австралии, поэтому он вообще двигаться перестал. Дальше поехали. Евроканалец. Все по тем же двигаемся линиям. Сейчас дождемся включения. Те же самые линии. Цифры я, ни цифры, ни линии новые не рисую. Все по-прежнему остается. То есть, ну, опять же, сейчас середина диапазона. Делать, в принципе, здесь нечего. Возврат к 1.4585 это покупки. Вот продаж здесь я не рекомендую. Собственно, ниоткуда продавать. Новозеландский доллар. Ну, вот. После такого шипапити фигурного, честно говоря, вообще хотелось убрать эту валютную пару из прогнозных пар. Пока жду снижения. То есть, ну, здесь техникам, в принципе, я в селе не могу убрать сейчас. В принципе, они сейчас роль не играют. Здесь играет роль сейчас мувинг. Цена идет явно ниже мувинга, соответственно, обновляя лоу. Ну, вот. Какое-то подобие вот такого вот то ли треугольничка, то ли чего можно трясовать. И, в принципе, пока рассматриваю здесь продажи. Несмотря, опять же, на сильнейшую дивергенцию, которая, кстати, сломалась, да. Вот. Пока рассматриваю здесь продажи. Ну, тоже подождал бы решение Банка Австралии сначала по новозеландцу. Продажи 64, 53. Стоп выше 65. Ну, выше мувинга 100 поставим просто и все. Ну, вот. Цели тут я вам не скажу. Ну, пункт по 60, по 70 можно брать как-то. Золото тоже, как в той неделе, безумствовал, так и безумствует. Цифры прежние остаются. Продажи 1140. Вернее, 1128. Продажи стоят 1140. Стоп надо убирать выше линии 1155. И продажу поднять, так как у нас тренд пробивается. Сейчас я уберу линию. Практически все не актуально сейчас по нему. Актуально вот такой момент сейчас. Появится у вас на экранах. Я этот инструмент убрал еще раз из своих торгуемых. Но кому просто интересно мысли по золоту. Продажи 1139. Стоп можно убрать недалеко. Куда-то вот в тренд 1147. Но я бы убрал его выше 1170. Хотя это и много. Вот. Цель по золоту. Ближайшая цель. То есть на повторение дна это 1083. Вот она появилась. Нефть. Вот. Шикарно отработало. Жалко, что не торгую. Тоже я в свое время убирал инструменты из торгуемых. Наверное, добавлю снова. Крайне технично. Посмотрите. Шел четкий нисходящий часовой тренд. Потом появилась. Я вам показывал дивергенция. Четко был пробит на уровне 46. Четкий возврат. К зоне ранее пробитого канала. Соответственно. Очень красиво. Вот. Когда я не торгуешь, она очень красиво работает. Как только торговать начинаешь, то уже черт что происходит. Так вот. Что у нас по нефти планируется? По-прежнему я ожидаю цифру у вас на экране 5378. По-прежнему ожидаю ростка к этой зоне. То есть вот у нас сейчас рисуется очередная ступенька для движения наверх. Соответственно здесь идут покупки по цене 48.67. Стоп буквально недалеко. 47.73. Буквально коротенький дистоп можно поставить, так как она двигается достаточно понятно сейчас. Вот. И цели мы ставим сейчас 5378. По-моему красиво. Что касается рубля, рубль я включил как раз в пары, которыми сейчас можно торговать. Почему? Я вам показывал, да, спред по рублю буквально 20 копеек. То есть это вполне вменяемый спред. Далеко не у каждого брокера такие спреда. Вот. Поэтому двигается он сейчас очень красиво, соответственно. Тут картинка спреда появилась у вас на экране. Вот. Двигается очень технично, очень понятно, собственно говоря. Наши прогнозы, если вы помните, покупка по 62, цель 71 и от 71 продажа очень четко оправдалась. Шикарно. Поэтому я включаю в торгуемую валюту рубль на текущий момент сейчас. Что мы ждем? Опять же середина диапазона пока еще, то есть 65, это между 67 и между 63. Соответственно мы ожидаем подхода к ранее пробитому каналу. Сейчас я лишнюю линию уберу, чтобы они не мешали. Вот. То есть мы ожидаем подхода к зоне сейчас 63.82. Откуда будем снова покупать? Как раз к тому моменту нефть дойдет до зоны своей сопротивления, где-то зоны 52. И потом нефть пойдет вниз, опять же в район 40, а рубль пойдет опять к 70. Вот. Открытие ожидаю, естественно, с повышением, которое можно использовать для продаж. То есть где-то подход к зоне 66.80 можно вполне использовать для продаж, целью 63.82. Кто первый раз торгует этой парой доллар-рубль, будьте очень аккуратны. Во-первых, волатильность сильная. Во-вторых, стоимость пункта очень высокая. У нас, если кто не знает, давайте я покажу. У нас есть календарь. Календарь трейдера. Ой, калькулятор трейдера. Понедельник не высказал, с видимо еще. То есть заходим мы в вкладку Forex, Metal и CFD. У нас калькулятор трейдера. И здесь, прежде чем торговать, соответственно. Да, записи сегодня будет. Прежде чем торговать, соответственно, посмотрите, сколько вы потеряете в случае сработки стопа, соответственно. Выбираем пару доллар-рубль. Выбираем объем. Минимальнейший объем выбираем, да? 0.01, к примеру. Направление Sell. Продажи по текущим. Sell 63. 80. Продажи пусть будут не по текущим, пусть мы по 66 на 11 сколько продадим. Нажимаем рассчитать. Что у нас получается, смотрите. У нас получается стоимость пункта 15 долларов здесь. Имейте в виду, соответственно. Вот. Но если все сработает, соответственно, прибыль получается 36 долларов. В принципе, очень неплохо. Так, что еще, что еще. Индекс доллара, диапазон тут без комментариев. Цифры те же 94.75 на 96.68. В какую сторону пойдет, даже не буду пытаться предсказывать. По красам быстренько пробегусь. Время уже мало осталось. По красам фунт-франк полный диапазон. Очень красиво, кстати, двигается, между прочим. Можете попробовать в нем поторговать. Но опять же, середина диапазона сейчас находится. Соответственно, либо продажа по 48.80, либо покупка по 46.87. Вот цифры появились. Фунт-иена. Так же, как и по, соответственно, остальным красам, соответственно, здесь вроде бы пробитый канал. Но, тем не менее, сохраняется еще и диапазон. То есть, вот он диапазон. Это нижняя граница и верхняя граница. Соответственно, здесь пока вроде бы рассматриваем покупки, но тут надо смотреть больше на иену. Еврофунт. Очень четко, кстати, торгуется. Почему бы и нет? Достаточно понятная волатильность. Цифры не менял. Цифры все те же самые, какие были на прошлой неделе у нас. Верх диапазона 73.53, низ диапазона 72.52. Грубо говоря, чуть-чуть мы опоздали его купить. Уже с утра уже пошло движение. Вот, тем не менее, если сегодня увидим опять покупки от 72.50, почему бы и нет? Вот, цель 73.53. Пока торгуем в таком диапазоне. Ну и, собственно, из кроссов больше ничего интересного я не вижу. Ну и еврофранк точно такой же диапазон. Цифры те же. 0.770, вернее, покупки 0.861, цель. Пока торгуем в таком диапазоне. Собственно, все на сегодня. Пробегаться заново не буду по наиболее интересным моментам. Просто уже не успеваем. Соответственно, запись я сегодня выложу. То есть, заходите в группу ВКонтакте нашу. Еще раз напомню сейчас. Нашу группу. Количество подписчиков растет. Кстати, приятно, что нам начали регистрироваться по рефссылке. Очень приятно. Если у кого-то еще появилось желание открыть счет, конечно, открывайте счеты. Ну и всем хорошей недели и хорошего дня, соответственно. Сегодня вроде бы у нас... Я еще, наверное, сегодня воздержусь от сделок. Проверю, как рынок на адекватность, соответственно. Тем не менее, торговать сейчас есть чем. Это и красы. Посмотрите, в каких четких диапазонах они двигаются. Это и по доллар-иене красиво вроде бы ситуация. Собственно, и по рублю красивая ситуация. Вот. Вы задавайте вопросы в группе ВКонтакте, пишите. Всем хорошего дня еще раз. На вопросы я уже не успеваю, к сожалению, ответить. Все вопросы завтра. Субтитры сделал DimaTorzok